Друзья, всем привет! Это научный выпуск с уклоном на гормоны. Сегодня я разговаривал с экспертом по эндокринологии и задавал я ваши вопросы. Я делал выборку от широкой аудитории, поэтому сразу прошу прощения за, может, в некоторой степени простоту вопросов. Но это то, что интересует вас. Приятного просмотра! Спортивные витамины. Со скольки можно начинать? Если вот прям очень хочется подростку влететь в фитнес-индустрию, когда вот прям какой-то рубеж, после которого более-менее безопасно, скажем так. Когда нет соответствующих показаний для применения таких вот препаратов, то слово «безопасно» оно, в принципе, здесь неприменимо. То есть есть определенные состояния, например, гипогонодизм, при котором положено человеку показано назначать заместительную терапию тестостерона. И это будет актуально, и в его случае это может даже снизить риски, потому что чрезмерно низкий, патологически, важно сказать, да, не физиологически низкий, это окей, а патологически низкий уровень тестостерона чреват как кардиоваскулярными последствиями, так и со стороны костно-мышечной системы не очень все хорошо будет. И, собственно, в таких случаях показано назначение тестостерона. Как правило, это все уже встречается у мужчин зрелых, мужчин в возрасте. Подростков это не касается вообще никак. Поэтому я бы сказал, что я, в принципе, против применения чего-то такого подростками полностью вообще. Но, как говорится, если уж очень надо дать ответ на этот вопрос, я бы сказал, что, наверное, с достижения 21 года, не потому что что-то в организме в этот момент вот так вот хоп и изменилось, а потому что, как бы считается, что это такое уже полноценное совершеннолетие, да, но у нас 18 лет, во многих странах с 21 года, когда человек может полностью сам нести ответственность за свое здоровье. То есть и в этом случае я допускаю применение человеком чего-то, если он полностью отдает себе отчет во всех последствиях, которые будут. То есть в том, что это вредно для здоровья, и он этот вред как бы принимает. Как человек, который курит и знает, что курение постоянно сократит его жизнь, тоже есть на этот счет прекрасная статистика, то, что там человек, который, например, курит более 20 сигарет в день, примерно на 13 лет живет меньше, чем человек, который не курит вообще. Да, эта статистика очень серьезная, это рандомизированные клинические исследования Гарвардского университета. Там популяция выборка была 200 тысяч человек. И, соответственно, ну, то есть это не на коленке сделали ребята в подъезде. Это очень достоверная клиническая информация. Ты меняешь срок жизни на удовольствие, которое ты получаешь от процесса. Так и здесь. Ты соглашаешься на те плюсы, которые даст тебе применение фармакологии, но при этом осознаешь, что это будет сказываться на твоем здоровье и будет повышать риск смертности от многих причин, ну, в первую очередь, от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Есть какая-то похожая статистика, вот как с курением, там, на 100, на 200 тысяч человек, там, сокращение продолжительности жизни? Вот прям конкретные какие-то цифры. Почему? По использованию препаратов. Нет. Просто ты провел конкретную параллель, и почему ты связываешь твои этих явления? Такой статистики нет, потому что, в принципе, не проводятся клинические исследования, крупные, серьезные, по применению спортивного допинга, вот в таких дозировках, да, в качестве допинга, как это применяют спортсмены. То есть есть исследования по заместительной терапии, это вообще другое. Там во много-много, они же раздозировки, как раз как при гипогонадизме. Вот. По этому исследования есть. По применению в супрафизиологических, фармакологических, да, концентрациях, которые спортсмены практикуют, данных нет и не будут. То есть никому это неинтересно и невыгодно такие делать исследования, потому что процент людей в популяции, кто это делает, он катастрофически низкий. Стероидная ярость. Миф или реальность? Ну, мое мнение таково, что это все же миф. Миф, основанный на так называемом плацебоэффекте, потому что, опять же, у нас нет каких-то достоверных клинических испытаний, которые подтвердили бы, что люди, применяющие стероидные препараты, собственно, как-то меняют свое психоэмоциональное состояние в сторону резко выраженной агрессии. Да, такое может быть, если человек изначально эмоционально нестабилен. Если у него уже есть какие-то предпосылки, он, в принципе, не совсем адекватен, скажем так, да, он по темпераменту холерик, то, что называется, вот такой вот ярко вспыльчиво на все реагирует. И плюс ему кто-то где-то когда-то сказал, или он где-то вычитал, или он там что-то еще где-то услышал. Неважно, у него где-то в подкорочке сидит информация о том, что он должен стать вот таким вот агрессивным, применяя что-то. И когда он начинает применять, он становится. Ожидание, следствие. Поэтому нет, стероидной ярости не существует. И, кстати, практика показывает, что это действительно так. Лично я знаю одного товарища, ну, точнее, знаю одну ситуацию, где муж в семье, да, муж вел себя не очень адекватно, применяя препараты. А препараты ему колола жена. Жена, она моя знакомая, она медсестра. В какой-то момент она решила проверить, а в этом ли дело вообще. И ставила ему несколько раз инвекции масляного витамина. Вот, соответственно, ну, на масляной основе, да, обычного витамина. Вот. И как бы ничего не менялось. То есть он продолжал себя вести неадекватно. И когда она ему предъявляла на это что-то, он говорил, что вот, это все препарат, это не я. На самом деле это он. А препарат здесь как бы ни при чем. Тестостерон и акне. Есть ли взаимосвязь? Ну, конечно, есть взаимосвязь, потому что секреция сала повышается, сальные железы становятся более активными. И, как следствие, да, это сказывается на коже. Это только один, да, из патогенетических механизмов. Другие моменты, наверное, могут быть связаны с тем, что препараты не самого лучшего качества, они гепатотоксичны, они могут вызывать аллергические реакции. Ну, вряд ли аллергическую реакцию вызовет, например, сама молекула того или иного гормона. Такого не будет. Но ее может вызвать масло, в котором растворено действующее вещество, или банально вещество, из которого сделана пробка, которую протыкают для того, чтобы набрать этот масляный препарат. Ну, то есть бывают очень редкие специфические аллергические реакции у разных людей, которые могут проявляться в виде различных дерматитов. В этом лучше собираются врачи-дерматов и нейрологи. Ну, они, как правило, сталкиваются в том числе и с такими пациентами, которые приходят после использования препаратов. Высокий уровень тестостерона, шанс получить акне выше. Ароматизируется избыток тестостерона или это печеночная какая-то недоработка? Перегруз печенки? Это ни то, ни другое. А что это? То есть просто высокий уровень тестостерона, он влияет на огромное количество процессов в организме, в том числе на активность цельных желез. То есть это прямая взаимосвязь, которая вот так вот работает. Это неопосредованный механизм в данном случае. Нельзя получить от сильнодействующих веществ только плюсы и полностью нивелировать как-то минусы, если они применяются без указаний в неадекватных дозировках. Лучшие БАДы, чтобы сжечь жир. Я очень надеюсь, что все твои зрители, слушатели прекрасно знают механизмы того, как у нас происходит вообще избавление от жира, что жир из организма можно убрать только двумя способами. Либо использовать в качестве источника энергии, тоже, опять же, я думаю, что многие интересующиеся прекрасно знают, что такое липолиз, что такое окисление жиров и перевод энергии при помощи митохондрии в АТФ и использование этой АТФ в качестве источника энергии универсального. Ну, как бы это один способ. Второй способ – это липосакция. Это хирургическое вмешательство и удаление хирургическим путем. Других способов нет. Ну, есть еще, конечно, липолитики. Липолитики тоже есть. Очень популярны в девушах, в косметологии. Но большинство из них бесполезны. Там просто ерунда. Там всякие витамины, антиоксиданты, водичка. То есть там нет ничего в составе такого, что работает. Есть некоторые, которые действительно имеют некоторый эффект, но, как правило, они очень дорогие. В них достаточно низкая концентрация действующего вещества. То есть такого не будет, что вот девочку обкололи бедра, и у нее пропал целлюлит, и бедра стали стройными и красивыми. Это так не работает. Естественно, нет ничего эффективнее, чем грамотная диета со всеми остальными составляющими. Как могут помочь БАДы? Да, если они могут. Тут два фактора, две составляющие. Есть БАДы, которые опосредованно действительно могут помочь избавляться от жира. Это кофеин, содержащие БАДы. Не потому, что кофеин сжигает жир, он не сжигает жир. Просто потому, что он стимулирует, оказывается, стимулирующий эффект. Да, у нас, соответственно, больше энергии, бодрости. Мы можем в таком состоянии... Во-первых, у нас повышается частота сердечных сокращений, и организм расходует больше калорий даже в покое. Есть такой параметр базальный метаболизм. Грейт. Базальный метаболизм, базальный обмен веществ. То есть это та энергия, которую мы тратим в покое, когда не двигаемся, вообще ничего не делаем, просто на жизнеобеспечении, на то, что у нас работает сердце, кровообращение, мы дышим и так далее. То есть даже в покое повышается при приеме кофеина затрата калорий за счет учащенного сердцебиения. И, соответственно, мы можем выполнить больший объем нагрузки. Мы можем сжечь благодаря этому больше калорий. И, как следствие, у нас выраженность дефицита энергии, которую мы создаем и так диетой, она просто усилится. Вопрос в том, будет ли это хорошо. Если человек и так слишком много тренируется, и у него там слишком жесткая диета, и он еще будет дополнять это стимуляторами, и это все будет накладываться одно на другое, тут уже другой риск появляется, что он войдет в состояние метаболической адаптации. Но, например, у него наоборот вот этот базовый метаболизм будет замедляться с целью сохранения энергии для выживания. Так что кофеин, он может как помочь, так и при передозировке может наоборот загнать в такой порочный круг, что человек будет постоянно недовосстанавливаться, недовысыпаться и так далее. А есть еще БАДы, которые могут помочь не сжечь жир, а похудеть. И тут совсем нехорошая ситуация на самом деле. Некоторые производители, это тоже официальная информация, есть тому свидетельства, есть сайты, на которых такая информация публикуется. Ну, это, как правило, все Соединенных Штатов касается, то есть они более тщательно ведут статистику. Это все коммерция, это, опять же, повод подать в суд на кого-нибудь. Некоторые производители добросовестно и подмешивают в свои биодобавки какие-то компоненты, которых там не должно быть, которые не указаны в составе. Например, в жиросжигатели могут добавлять слабительные или мочегонные препараты. Соответственно, человек будет видеть, что стрелка на весах падает, он становится красивее, да, там, ну, например, выходит жидкость из организма, он в зеркале выглядит менее заплывшим, да, у него щеки становятся поменьше. Ну, то самое, через что проходят спортсмены, когда обезвоживаются. Вот. Он может списать это на жиросжигающий эффект препарата. А это, например, просто диуретик, который мало того, что никак не влияет на жир, он просто выводит воду, так он еще и вредит организму, поскольку как минимум нарушает качественный состав электролитов. Да, и это приводит к тому, что у человека, ну, например, для начала начинаются судороги, а если это дольше и больше происходит, то и другие проблемы могут развиться. Базальный уровень метаболизма ты упомянул. Да. Это главный критерий, грубо говоря, массонабора и повышения качества композиции тела. Как каждому человеку определить этот свой базальный уровень максимально просто подручными средствами, чтобы создавать вот эти вот профициты и дефициты? На самом деле у примерно одинаковых людей по возрасту, росту, весу, размерам тела, метаболизм примерно одинаковый. Разброс составляет около 450 килокалорий, максимально возможный. То есть человек, возьмем двух близнецов, допустим, у них все одинаково, абсолютно внешне одинаковый вес, размер тела, рост, все вот это вот, возраст. Но у одного из них, допустим, максимально медленный метаболизм, у другого максимально быстрый. Разница может составлять не более примерно 450 килокалорий. То есть это не так уж много, это, по сути, одна плитка шоколада в день. Все остальное, почему одни люди как бы там едят все подряд, они толстеют, а другие кушают совсем мало, но набирают, на самом деле сводится, во-первых, к тому, что и те, и другие неадекватно воспринимают свое питание. Например, те, кто совсем ничего не кушают, либо врут, что не кушают, либо не замечают. Ну то есть человек, например, подсчитывает основные приемы пищи, там завтрак, обед, ужин, но работает в офисе. Хоп, у коллеги со стола орешек схватил. Хоп, у кого-то день рождения кто-то пронес мимо коробку конфет, и ты взял из нее конфетку, ты ее не посчитал, да, потому что, ну, ты не передаешь этому значение. Например, ты по пути на работу пьешь кофе, и ты знаешь, что в кофе нет калорий, поэтому не надо считать. Но ты пьешь не американо или эспрессо, а латы, да, там с каким-нибудь ванильным сиропом, карамелью, чем-то таким, и там же может быть 400-500 килокалорий. И очень многие люди, на самом деле, жидкие килокалории не учитывают. Очень многие люди не учитывают какие-то снеки, потому что, ну, это же не еда, это так, чисто перебить аппетит, там, какого-нибудь, сникерсы, но это же не еда. Вот, соответственно, стакан сока тоже не еда, там, кока-кола не зеро, а обычная тоже не еда. Вот, и так получается, что у них набегает, они не замечают. Люди, которые не могут набрать, у них другая ситуация. Они, как правило, еду воспринимают, ну, наоборот, да, для них достаточно небольшой по объему приема пищи кажется большим. Зачастую ситуация такая, то есть они просто мало едят. Редко, очень редко, на самом деле, бывают ситуации, когда нарушено всасывание веществ в желудочно-кишечном тракте. Это патология, которая называется маля абсорбция. Это нарушение всасывания питательных веществ в желудочно-кишечном тракте. Ну, в первую очередь, в тонком кишечнике, да, нарушается функционирование микроворсинок, которые выстилают эпителий кишечника, и нормально не всасываются какие-то питательные вещества. Ну, как правило, собственно, белки, жиры, углеводы. Могут быть проблемы с ферментной системой и так далее. В любом случае, это уже очень редкая патологическая ситуация, с которой должен разбираться гастроэнтеролог. Вот, если у человека есть такие проблемы, ему надо пойти провериться, исключить маля абсорбцию, и если она будет исключена, значит, дело не менее. Значит, дело в его пищевом поведении и в его восприятии той еды, которую он ест. Тебе известны какие-то усредненные цифры по мужчинам и женщинам о базальном уровне, возвращаясь к этому? Допустим, мужчина 100 килограммов 30 лет. Нет, таких цифр нет. Есть устройства типа умных весов. Это все не работает, вообще никак не работает. Самое такое, из более-менее простого, самое адекватное, что существует, это аппарат, называемый метаболограф. Но, как правило, то есть домой его купить не очень прокатит, потому что портативный метаболограф стоит от 500 тысяч рублей и выше, 600-700 и так далее. А есть более профессиональные аппараты, калориметры, которые стоят в научно-исследовательских центрах. Там можно более точно это сделать. Вообще самое крутое, это калориметрическая камера, когда человек полностью заходит в специализированный аппарат, ну то есть его помещают в такую камеру, и по теплу, которое выделяет его тело, определяют его базальным метаболизмом. В идеале ему надо там сутки провести в этой камере, ну если он хочет понять, сколько за сутки он энергии, собственно, сжигает. Вот. Но это сложный путь, простой путь. Правда, это будет не базальный метаболизм, а это будет весь метаболизм, сумма всех затрат. То есть у нас есть 4 фактора, которые влияют на то, сколько энергии мы затрачиваем. То есть наша суточная энерготрата состоит из 4 частей. Первое – базальный метаболизм, это 60-70%. Второе – это, ее называют сокращенно НИЭТ, это Non-Exercise Activity Expenditure. Бытовая активность, которая вообще никак не связана с спортивной деятельностью, и самое главное, она должна осуществляться не специально. Тренировочная активность – 3. И четвертый фактор – это ТЭФ, термический эффект пищи. Thermic effect of food. Соответственно, это та энергия, которую мы тратим на переваривание, на транспорт, переваривание и всасывание тех питательных веществ, которые мы употребляем. У белков ТЭФ самая высокая, у углеводов поменьше, у жиров вообще практически отсутствует, там от 0 до 3%. И всю эту энергию, если мы суммируем, у нас получается общее количество суточных затрат. И вот это общее количество суточных затрат, мы его сможем понять, если мы с помощью диеты поймаем стабильную цифру по весу. То есть, например, ты начинаешь питаться на 2,5 тысячи килокалорий в день, каждый день, и взвешиваешься раз в неделю. И в течение трех недель подряд у тебя вес не меняется. Ты взвешиваешься утром натощак, после туалета, без одежды. У тебя вес всегда плюс-минус 200 грамм стабильный. Это означает, что ты находишься на калорийности поддержания, и что сумма этих четырех элементов, которые мы перечислили, равна той калорийности, которую ты употребляешь. То есть, ты 2,5 тысячи калорий в таком случае сжигаешь в течение суток на вот эти четыре компонента. Как ты думаешь, у такого мужчины, как у меня, 38 лет, 108 килограммов, тренировки ежедневные. Какой общий калораж дневной? Я думаю, что где-то 3,5-4 тысячи. Тут вопрос в том, двигаешься ли ты помимо этих тренировок. Потому что тренировки, особенно силовые, они сжигают мало энергии. Реально мало. Люди переоценивают то количество энергии, которое они тратят на тренировках. Поэтому если ты активно помимо этого ходишь куда-то, гуляешь собакой, еще куда-нибудь, нахаживаешь день 1020 шагов, например, то тогда где-то 3,5-4 тысячи килокалорий у тебя калорийность поддержания, скорее всего. Если же ты не активный, то есть ты тренируешься, передвигаешься на машине, и в остальное время ты сидишь, монтируешь ролики, еще что-нибудь делаешь, то в таком случае она будет, я думаю, тысячи на полторы меньше. Может и так. Друзья, короткая рекламная пауза. Clearway Isolate, несколько слов буквально. Это протеин, который совершенно не такой, как мы с вами привыкли по консистенции. Он жидкий, как БЦАшки, как будто вы пьете сок. Кому надоели обычные вот эти наши тягучие молочные шейки протеиновые, вот этот вариант я вам предлагаю. Этот и не только продукты вы сможете купить на сайте MyProtein по активной ссылке в описании под этим видео. И применяя промокод S-FASA, вы всегда получите максимальную скидку на все товары, представленные на сайте. Промокод S-FASA, ссылка в описании под этим видео. На этом все. Спасибо за терпение. Возвращаю вас к видео. Влияние секса на тренировочный процесс. Среди подростков есть такое опасение, что нельзя заниматься сексом или там мастурбацией перед тренировкой, что это снижает эффективность тренировки. Насколько это оправдано? Слушай, ну, во-первых, сексом можно заниматься по-разному. Можно устроить длительный марафон и потратить очень много энергии устать. В таком случае действительно может случиться так, что продуктивность тренировки будет снижена. Если имеют в виду влияние гормонального фона, оно настолько незначительно. То есть да, у нас после оргазма очень сильно меняется на краткий промежуток времени. Ну как очень сильно. Опять же, в рамках физиологической нормы меняется секреция различных гормонов. Например, у нас там выбрасывается большее количество пролактина. Пролактин у мужчин может вызывать как раз после секса сонливость. Кстати, интересный факт, а тоже это по результатам исследований определили, что при мастурбации как пролактин, так и вообще в принципе, да, там другие гормональные реакции, они происходят менее значимо. То есть та выработанная, чем при сексе. Да, то есть секс с партнером, с партнершей влияет на эндокринную систему больше, чем мастурбация, независимо от того, о каком из полов мы говорим. Допустим, после настоящего секса, как правило, сонливость у мужчины будет выше, чем после мастурбации, потому что больше будет вырабатываться пролактина, и он будет сильнее воздействовать на головной мозг в данной ситуации. Вот, что касается продуктивности тренировки, то, знаешь, она прежде всего зависит, ну, во-первых, в целом от состояния здоровья. Если оно в порядке, то, скорее всего, все будет в порядке. А во-вторых, от психоэмоционального состояния очень сильно зависит. Если человек в хорошем настроении, если он на подъеме, такой у него драйв, если он эмоционально положительно настроен, то тренировка пройдет лучше. То есть катастрофического падения тестостерона нет после секса? Он снижается в ответ на выброс пролактина при оргазме, да, тестостерон, он снижается. Но это не влияет на тренировку. Люди слишком большое значение придают влиянию тестостерона на вообще все, на тренировочный процесс, на либидо и эректильную функцию. То есть, на самом деле, корреляция присутствует, безусловно, но она в разы, я бы сказал, в десятки раз слабее, чем это принято считать в обществе. Примером тому являются юноши, у которых при высочайшем уровне тестостерона, при применении гормональных препаратов, очень серьезные проблемы с либидо и эрекцией. И наоборот, ребята, которые там только что слезли с использования препаратов, и наоборот, у них тестостерон находится в самом низу, у них может быть все абсолютно прекрасно, потому что у них может быть в порядке психика, у них может быть в порядке нервная система, нет вот этой измотанности накопившейся от, допустим, подготовки к соревнованиям. Так что тут такой прямой зависимости нет. Я бы сказал, это мое частное мнение, никому не навязываю, но люди, которые, скажем так, ждут, что у них будут проблемы, как правило, к ним эти проблемы приходят. Когда люди в себе не сомневаются и не верят вот в это все, у них все окей. И я бы сказал, что 95% случаев проблем с эректильной функцией, и прежде всего с либидо, либидо в первую очередь, я бы сказал, это психоэмоциональные проблемы. То есть это не к эндокринологу, не к урологу, это на когнитивно-поведенческую терапию к психологу-психотерапевту. Существует такой стереотип на спортивных платформах о том, что когда атлеты из фитнес-индустрии начинают что-то применять, у них внешность, внешне они просто начинают старее выглядеть сразу. Это может связано с какими-то, с работой сальных желез кожи лица, и когда в то же время отмена препаратов идет, говорят, ой, сразу помолодел. Вот этот эффект обусловлен отечности. То есть то, что препараты задерживают жидкость достаточно серьезно, и чем больше этих препаратов, что-то дополнительное еще, тем больше эта задержка жидкости, тем больше отечность всего тела, и в том числе лица. Отекают там не только щеки, как многие думают, отекает все, отекает нос, губы, веки, то есть все клетки. И человек из-за этого выглядит старше, бывает, что на 10-15 лет может выглядеть старше. И, соответственно, при отмене препаратов снижается отечность, и в том числе отечность лица, и человек становится моложе. То же самое, как правило, в какой-то момент обезвоживания, когда спортсмены подводятся к сцене, они начинают выглядеть там, в отличие от своего периода, как это называется, масса набора, и, соответственно, ребята становятся, ну, как мальчишки. В свежее, да? Да, да, часто. Ты можешь простыми словами объяснить разницу между ГЗТ и вечным курсом спортивным? Ну, наверное, только в дозировках разница. То есть при заместительной терапии дозировки ниже, те препараты... Более провангированное, наверное, да? Это уже, там, дело вкуса, так сказать. Это пришло с Запада, опять же, ты говоришь, да? Это пришло с Запада, потому что, да, на Западе ситуация... Ну, там, в принципе, медицина другая. Она сильно другая, она вообще по-другому работает. Она, к тому же, гораздо дороже. Я неоднократно ездил... Сейчас из-за пандемии, к сожалению, приходится все онлайн проходить, да? Так, я неоднократно ездил, участвовал в различных конференциях медицинских в Соединенных Штатах, да? Там и Американской диабетологической ассоциации, и Ассоциации клинических эндокринологов и так далее. И там я, в том числе, ну, во-первых, слушал то, что говорят, да, и впитывал информацию, смотрел, как они смотрят на какие-то моменты. Во-вторых, общался с врачами, которые там вместе со мной слушали эти лекции, да, участвовали в этих семинарах. Ну, там совершенно другой взгляд, который такой достаточно... Может быть, это прозвучит сейчас как критика, но те, кто, если кто-то из смотрящих живет в Штатах, они это подтвердят. В Штатах очень крутая медицина, когда речь идет о спасении жизни человека. То есть там потрясающая реанимация, там не зря такие зарплаты у анестезиологов-реаниматологов, у хирургов и так далее. Там, например, анестезиолог-реаниматолог, там, например, самая высокооплачиваемая медицинская специальность. От 475 тысяч долларов в год, например. Вот. А что касается всех других случаев, то есть когда нет острого состояния жизнеугрожающего, когда какие-то проблемы менее серьезные, там, как правило, медицина становится печальной. Ну, не то что сама медицина, а отношение. Отношение на отвали. То есть ты пришел, у тебя что-то болит, на обезболивающее, иди домой. Ты пришел, у тебя там чуть-чуть повышен териотропный гормон, наливай тироксин, иди домой. Еще что-то там. То есть лекарственные препараты назначают очень легко, вот так вот часто особо не разбираюсь. Вот. И это обусловлено и менталитетом, и образовательной системой, и социально-экономическими некоторыми факторами, которые диктуют то, что проще человеку назначить лекарство и отпустить его домой. Вот. Поэтому заместительную терапию тестостерона, там назначают чаще у нас комбинированные оральные контрацептивы женщинам, там назначают чаще, чем у нас. Заместительную терапию гормонами щитовидной железы, опять же, и так далее. Продолжение следует...